Сегодня 13 февраля и вот я уже потихонечку готовлюсь к пассивной. Начала уже сеять и потихонечку выращивать рассаду. Я замочила сейчас предварительно сельдерей корневой, вот такой яблочный, сорт яблочный, и сельдерей черешковый, паскаль. Хочу попробовать их посеять, потому что когда я жила в Сибири, я не выращивала этот сельдерей. У него очень длительный срок вегетации и просто он в наших краях практически не удавался. А здесь я впервые хочу попробовать вырастить эти культуры. Значит, сельдерей любой, листовой, черешковый или корневой, имеет очень эфир, вернее запах от семян исходит, если потереть их между пальцами. То есть это эфирно-масленичное растение культуры. И если посеять сельдерей сухими семенами, он будет очень долго сходить. Он сходить может 3-4 недели. И вот чтобы ускорить всхожесть семян, что я делаю? Я залила почти горячей водой, но не крутым кипятком, да, а вот такой водой горячей, которой бы мы посуду смогли мыть. То есть я залила семена, вот эту необходимую партию, вот здесь у меня, значит, корневой, вот здесь у меня черешковый. И вы видите, водичка какая стала? Она стала темненькая такая. Вот эту воду я каждый день сливаю и доливаю свежей воды. Вот. Эти семена у меня уже 3 дня замочены, и представляете, с них все еще вот это вот эфирное масло в воду все еще выделяется. Вот. Вот из-за этого семена и плохо всходят. Если мы будем заливать вот так свежей водичкой, то есть я вот эту солью воду, налью свежей опять такой горяченькой водички и будут замачивать до тех пор, пока вот эта вот водичка не станет прозрачной. Тогда я уже буду знать, что все эфирные масла из семян вышли, перешли в воду. Они нам абсолютно эти эфирные масла не нужны, потому что они как раз тормозят схожесть этих семян. Вот. Вот сегодня я последний раз солью водичку, налью свежей. Она, скорее всего, уже будет прозрачной. Видите, здесь она уже практически прозрачная. Вот. А что я сделаю завтра? Завтра я окончательно уже эту воду солью, подсушу эти семена, то есть, чтобы они все высохли без водички. Часа за два, за три они высохнут до сыпучего состояния. И я буду их сеять на рассаду. Вот. И схожесть в этом случае у меня будет очень быстрая. То есть, практически за неделю, я так думаю, семена должны взойти. Вот. Так как с переездом мы переехали, и я еще здесь хозяйством-то не сильно обзавелась, мне сеять-то особо и некуда. Вот. Я еще не купила никакие-то там рассадные ящики. Вот. Поэтому я использую все, что под руку попадется, все, что подходит для выращивания рассады. Вот, допустим, вот молочные пакеты. Вот. Покупаю молоко специально в коробочках или вот в таких узких, или есть пошире коробочки. Вот эту верхнюю часть обрезаю, заполняю землей. Здесь пока у меня ничего не посеяно, но это я уже приготовила. Завтра буду сеять уже вот эти, вот эти сельдерей. Вот. И вот в таких коробочках я буду выращивать семена. Потом я просто эти коробочки сожгу, да и все, чтобы их не хранить. Вот. Но пока я выхожу вот из такого положения. Вот. Конечно, потихоньку я здесь обзаведусь какой-то тарой для рассады, да, но вот в данный момент я выкручиваюсь. Собираю стаканчики всякие из-под сметаны, из-под коробочки, из-под соков и так далее. В общем, все, что может пригодиться для выращивания рассады. Вот. Все, что я еще успела посеять, я сейчас вам покажу. У меня на подоконнике уже стоят коробочки с семенами. И сейчас я покажу, что я успела посеять. Вот. Я уже потихонечку оккупирую все окна. Пока что это окно у меня на кухне. Вот. Здесь уже стоит рассада. Значит, что я посеяла? Я посеяла клещевину. Вот. Она мне очень-очень нравится. Я сюда посеяла вот клещевину с зеленой листвой. Вот. И клещевину вот с такой красной листвой. Вот. Видите, я здесь пишу, какое количество семян я посеяла. Вот. Двадцать две штуки. И какого числа? Седьмого февраля у меня посеяно. Вскодов пока нет. Ну, клещевина, семена туго всхожие. Они крупные. Пока это они набухнут. Пока прорастут. В общем, конечно, еще время пока прошло мало. Вот. Вот здесь у меня посеянный лук-парей. Карантанский. Вот. Одиннадцатого февраля я его посеяла. Да. Всходов пока я вам не показываю. Их нет. Потому что вот только-только. Вот два дня прошло буквально, да? Как я посеяла этот лук. Вот. Дальше. Лабелия ампельная сапфир. Вот. Одиннадцатого февраля я сеяла. У лабелий ампельный настолько мелкие семена, что сеять их нужно по поверхности почвы. Вот. Вы их здесь даже не увидите. Настолько они мелкие. Ну, вот они они. Вот. Вот они. Вот. Очень мелкие семена. И их нельзя сверху засыпать, засыпать грунтом. Иначе они не взойдут. А семена должны всходить на свету. Обязательно. Чтобы был доступ света. Вот. Дальше петуния вот такая махровая. Дабл каскад блю. Вот. Тоже я ее посеяла. Одиннадцатого февраля. Вот. Двенадцать штук. Это петуния такого темно-темно-фиолетового цвета. Вот. Значит, петунию сеяла тоже по поверхности почвы. Не засыпая абсолютно землей. Иначе не взойдет. Так. Вот еще у меня лабелия. Сапфир. Хочу в подвесные корзины ее посадить. Может быть, с гераниями вместе. Ну, посмотрю. Это уже когда будет рассада. Готово. Надо будет мне еще подвесные корзины какие-то, подвесные горшки покупать. То есть, у меня здесь, в моем доме, ничего пока нет вообще. Вот. То есть, это у меня петуния вот такая. Красно-белая, махровая, гибридная. Вот. Десять штук здесь посеяно. Семена были гранулированные. Петуния сеять легко, но я их тоже не засыпала в грунтах. Петуния крупноцветковая легенда. Вот такая. Тоже десять штук. Одиннадцатого февраля посеяно. Прошло мало времени. Всходов тоже пока что нет. Это у меня лобелия красный каскад. То есть, я синюю лобелию посеяла. Это красная лобелия. Вот. То же самое. Не забывайте. Лобелия всходит только на свету. Вот. Сейчас перейду к другому окошку и покажу, что у меня стоит там. Вот. Я уже и в зале окошко оккупировала. Муж говорит, это что, так теперь и будут у нас стоять? Я говорю, да. Как у всех дачников. Как начинается рассада. Так горшки, рассада повсюду. Вот так теперь будет и у меня. Так. Вот. Значит, что у меня здесь посеяно? Гацания. Вот такая. Здесь пять штук всего. Вот. Далее. Питуния сурфиния. Это 8-го числа я сеяла. Пять штук всего. Тоже всходов пока нет. Ну, пока пусто. Времени прошло мало. Вот. Дальше. Брукмансия. Это кадочное растение. Многолетнее. Скорее всего, я высажу ее отдельно в горшки, а уже сами горшки вынесу потом на улицу. Потому что брукмансия не выдерживает температуру даже около нуля. У нее надземная часть вся погибает. Поэтому она у меня будет на улице все лето. Но ранней осенью надо будет, конечно, следить за температурой окружающего воздуха и вовремя ее замести в помещение. Попробую ее в зимнем саду выращивать в круглогодичном режиме. Вот здесь у меня по пять штук посеяно. Вот дальше опять петунии. Петунии я посеяла. Мне кажется, мало-то надо будет еще прикупить семян, еще посеять. Ампельная вот такая пурпурная. Сальвию посеяла. Сверкающую рубиновой рощей. Она такая яркая. В общем-то, можно ее немножечко в клумбы добавить. Вот. Здесь вот у меня дурман. 14 штук. Вот. Почему так много семян я посеяла, вы скажете, да? Вроде стаканчик вот такой маленький, из-под сметаны. А здесь 14 семян. Вот. Да, дело в том, что семена у меня очень старые. Срок годности давно вышел. Поэтому я посеяла сюда очень часто. И думаю, что они у меня плохо взойдут. Вот поэтому я их и насеяла сюда. Густо так. Вот. Вот дурман вот этот. Датура. Вот здесь 8 штук. 11 числа тоже посеяла. Вот. В общем-то, ну, будем ждать результатов, наверное, на следующей неделе. Уже же какие-то культуры первые ростки дадут. Посеяла вот такой, смотрите, интересный баклажан декоративный, золотое яичко. Это баклажан, видите, в форме яйца, белого цвета. Вот. И тоже 7 числа посеяла. И вот первые всходы. Хотя семена тоже старые. Тут срок годности у них до конца 13-го года. И вот первые всходы уже у меня вылезли. Вот еще лезет. Вот. Вот. Вот три росточка вылезло уже. Будем ожидать далее. Здесь у меня прикрытая петуния вот такая. Смесь бархат махровая. Вот. Тоже я ее открываю, чтобы проветрить. Вон, кошка пришла. Тоже рассаду проверяет. Что, моя хорошая? Да. Скоро начнете мне по рассаде, наверное, лазить. То есть петунию надо обязательно проветривать. Вот маленькие росточки уже появляются. Вот. Вот. Видите? Маленькие-маленькие уже есть. Это хорошо. Вот такая петуния холохоп интересная. Сиреневая и с белой окантовочкой. Тоже уже потихонечку лезет росточек. Вот. Здесь у меня посеян цикламен. Цикламен персидский. Вот такой. Сорт Хайн. Вот. Тоже, значит, цикламен у меня потихонечку сходит. Значит, вот росточек. Вот он поближе покажу. И рядышком вот он лезет. Вот он. Тоже уже петелечка лезет. Вот. Ну, цикламен схожесть имеет такую. Не очень хорошую. И ждать его приходится долго. Вот. Ну и дальше. У меня здесь перчики. Перчики. Атилла. Вот 22 штуки посеяла. Тоже ложка маленькая, но посеяла густо, потому что семена тоже старые. Перец шоколадка. Вот такой темно-фиолетовый, сладкий. Вот здесь у меня 22 штуки посеяло. Вот. То есть практически очень близко я сеяла. Очень близко. Потому что, потому что, я уже объяснила, семена старые. Взойдут не все. Йола Вондер. Перец сладкий. Перец маэстро. Вот такой. И баклажан алмаз. Баклажан тоже семена старые были. Вот уже петелечки. Вот они есть. То есть вот он уже, баклажанчик, показывается. Вот. Видите? Вот. Ну вот. Пока все. В ближайшее время буду сеять и еще другие цветы. И уже пора будет сеять томаты на рассаду. И в дальнейшем я вам покажу дальше, что я буду сеять. Ну вот. Всем, наверное, на сегодня пока. Так что вы тоже давайте вооружайтесь. Покупайте семена. Просмотрите все свои запасы. И, наверное, нужно уже начинать сеять огородники. У нас весной один день год кормит. Не забывайте. Так что давайте. Не ленитесь, не ленитесь. Подтягивайтесь за мной. Ну все. Всем пока. Пока. С вами была Татьяна. Подписывайтесь на мой канал. Огородные дела будут теперь чаще. Всякие советы по комнатным растениям, по семенам. У меня участок не освоенный. Поэтому будем осваивать его вместе с вами. Так как новый дом, участок тоже новый, чистый, незасеянный. Вот будем все делать вместе с вами. Поэтому не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Ну все. Пока. Всех целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok